Всем хайян, с вами я. Да, видео стали выходить чуть чаще. Я надеюсь, вам это нравится. И если это так, то обязательно заранее ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Давайте наберем до конца года 500 тысяч подписчиков, потому что осталось совсем немного. Поэтому, го подписываться. Ну а сегодня я буду смотреть то, что я в принципе не должен снимать, потому что, можно сказать, я палю самого себя. Ну а да ладно, главное, чтобы вам нравилось. Поэтому сегодня мы будем смотреть самые грязные секреты парней, о которых девушкам лучше не знать. И все девушки в этот момент, хоп, очочки, хоп, лупа, хоп, уши. Но не спешите радоваться, девушки, потому что в скором времени я сниму на ваши секреты реакцию. Ну что ж, я думаю, пора начинать. Помолимся, чтобы ничего такого там не было. Аминь. Парни, о каких ваших самых грязных секретах не знают девушки? Иногда наша моча самопроизвольно распадается на две струи, пока мы мочимся. Обычно это странно, иногда круто, черт возьми. Вероятно, это зависит от времени суток. Хотя, хз, чего это зависит, определенной корреляции нет. Так что да, очень часто попадает на ободок стульчака. Стоишь такой, и куяк, две разные струи, и ты пытаешься направить хотя бы одну туда, куда ты хотел. What the fuck, что это сейчас было? Не, конечно, вроде как это бывает, но вроде как и не бывает. Но у меня может быть раз... О чем я вообще говорю? Короче, я не знаю, у меня лично такого не было. И может быть, у других парней тоже не было. Но у автора явно это было, раз он об этом говорит. Поэтому, да. Автор, ну ты странный. Ой, ладно, я никак не хочу это комментировать просто. Есть фото в купальнике на пляже? Скорее всего, кто-то на них дрочил. И не раз. Будьте уверены и воспринимайте это как комплимент. Почему начало видео, оно уже такое жесткое? Ну, девушки, хочу вам сказать о том, что по-любому, да, есть такие люди. Себя я сюда не, как бы, сую, потому что это не про меня. Так что, если вы не знали об этом, девушки, то знайте. Если мы говорим, мне нравятся эти сиськи, это не значит, что они обязательно должны быть большими. Важна и форма самой груди, соска, и куча параметров, по которым мы оцениваем грудь. А главное, что у каждого парня есть свои предпочтения. Поэтому, когда вы захотите пойти к хирургу и сделайте свои двоечки, троечку, сто раз подумайте. Почему мне так стыдно это смотреть? Дело в том, что, наверное, многие из вас еще не достигли совершеннолетнего возраста. Ой. Ну, я надеюсь, что вы уже обо всем этом знаете, поэтому для вас не будут выкрыть какие-то там слова. Короче, мне стыдно. И да, это, наверное, правда. Как говорится, на любой вкус и цвет найдется человек. Сам придумал, я знаю. Как-то иначе говорится, но я слишком тупой, потому что время сейчас 12 ночи. Да. Погнали дальше. Наша эрекция не всегда означает, что мы возбуждены. Просто иногда встает даже из-за тряски в общественном транспорте. А-а-а. Ха-ха-ха. What the fuck? Блин. Я не готов к этому. Прошла одна минута из восьми. А мне пипец уже стыдно. Я стыжусь с каждого секрета, можно так сказать. Да, наверное, это правда. Вы, наверное, это хотите услышать. Ха-ха-ха. Окей. Окей. Все. Услышали? Пойдемте дальше. Ну, нахер. У вас есть сын? Не спешите в его комнату. Лучше постучите несколько раз и дождитесь ответа. У него определенно есть утренний ритуал. И он был бы рад, если вы ему дадите минимум 5 минут. А-а-а. Ну, как это прокомментировать? Да, кто не знает, у парней, у мужского пола обычная по утрам бывает, как говорится, эрекция. Эрекция это значит... Хоп. Боже мой, что я обсуждаю? Я чувствую себя как будто биологичкой, которая обсуждает вот анатомию человека. Образование Российской Федерации. Пожалуйста, займитесь этим. Почему я это должен объяснять, и мне за это еще должно быть стыдно? Это вы должны там в начальных классах уже нас обучать тому, что у нас бывает по утрам, что у нас может быть это то-то, и вообще как происходят дети. Пожалуйста, образование Российской Федерации, займитесь этим. Потому что это нужно. А то мне 23, и мне стыдно об этом говорить. А это ненормально, понимаете? Ха-ха-ха-ха. Я не был к этому готов явно. Если на улице жарко, и вы видите парня, который делает какой-то дурацкий танец, он просто расклеивает свои яйца. Ха-ха-ха-ха. Ну нахер. Не, ну это, наверное, и бывает у кого-то, но у меня лично... Нет, а вроде да. Я, короче, за этим не слежу, ребята, поэтому мне сложно это комментировать. Ну, по-любому это бывает, потому что... Такова жизнь мужского пола. Я думал о сексе со всеми твоими подругами. Это даже не значит, что я хочу их трахнуть. Но то, что я об этом думал, это определенно так. Оу. Это уже лично и для меня жестко. Это, наверное, все зависит от воспитания человека, или же от его, в принципе, уровней пошлости. Короче, это все уже зависит от человека. У меня лично такого да не было. Наливай воду в свою задницу, чтобы, когда я пукну, это звучало как Дональда. Что? What the fuck? Что это сейчас было? Ну, такой секрет я могу оправдать тем, что это какая-то херня. Ну, не может... Не, бывают наверняка такие люди. Ну, я впервые о таком слышу вообще. Я подумать бы не мог, что так люди могут делать. Зачем только? Зачем? Ну, нахер. Реально. Если бы мы постоянно думали о сексе, то все время бы ходили со стояком. Так что это не так. Ну да, это правда. Ты можешь думать об этом, но тем самым не возбуждаться. И это, в принципе, нормально. Фух, ну здесь я ко ответил, так что я горд с собой. Иногда мы мастурбируем просто, чтобы скоротать время. Это даже не ради сексуального удовлетворения. Просто сидишь, почесал яйца и погнал по инерции. Это немного похоже на приготовление кофе, чтобы потом попить его 5 минут. Простите меня, есть ли вам такое стыдно смотреть? Или же вам как-то это доставляет неудобства? Если это так, то напишите мне об этом в комментариях. А если наоборот вам это нравится, вы хотите такого больше, то также пишите мне об этом в комментариях. Потому что мне сейчас кажется, что я делаю что-то не то в своей жизни. Это как бы смешно, но в то же время не то будто бы. Поэтому обязательно ваше мнение должно быть в комментариях, чтобы я видел и понимал. Хм, снимаю? Хм, не буду больше снимать. Я определенно смотрел на твои сиськи, когда ты смотрела в другую сторону. Чёртов ублюдок. Ха-ха-ха-ха. Ну, как бы это нормально, мне кажется. Потому что у нас происходит анализ человек, мы вот так его рассматриваем. Это нормально, я считаю. Ну и да, обязательно, когда ты отвернёшься. А то мало ли, как бы, хоп. А потом она такая, хоп, на тебя. И такая, хоп. Короче, да, мне кажется, это нормально. Когда мы писаем, особенно ночью, нам кажется, что это громче, чем оно есть на самом деле. Поэтому мы стараемся попасть струёй на ароматизатор или под ободок унитаза, чтобы шелеста было меньше. Ну, да. Да я нет, я, в принципе, всегда писаю. Очень важная информация для моих подписчиков. Зачем? Почему? Я как бы хотел с вами действительно искренне поделиться, как я писаю, а потом понял, что... Ян, это уже слишком. Ха-ха-ха. Поэтому, ребята, вы не будете знать, как я писаю. Что? Ой, ну в шопу это, реально. Мы кладём руки в карманы джинсов, чтобы правильно почесать яйца. Мы также делаем вид, что вытаскиваем телефон или ключи, чтобы скрыть этот факт. Вот почему мужские брюки имеют более глубокие карманы. Не так ли? Это всем, мне кажется, известно, что у мужских джинс, брюк всегда будут глубже карманы, потому что, ну, как бы у нас строение такое, знаете, вот, не похоже на вас, девушки. Поэтому, ну да, ха-ха-ха, это правда. И, нет, мне не стыдно, я горжусь этим. Ха-ха-ха. Спасибо производителям за глубокие карманы. Мне удобно. Что? Каждый раз, когда мой парень выбирает штаны, он обычно засовывает руки в карманы и решает, хорошие они или нет. Он даже не смотрит в зеркало, он просто смотрит вниз и проверяет глубину кармана. Теперь я понимаю, почему. Нет, у меня вообще, кстати, такого нет, что я не проверяю, насколько глубоко в джинсах, в штанах карманы. Я смотрю на визуал, идут ли они мне или нет, и всё. Этого мне достаточно. А насчёт карманов я вообще никогда не заморачивался. Поэтому это не про меня. Мы не не опускаем сиденья унитаза специально или не специально промазываем мимо цели. Иногда наш поток трудно направить, а иногда их даже больше одного. Двойной поток. Это чертовски страшно. Когда это происходит, у меня случается микроинсульт. Я уже готовлюсь протирать ободок туалетной бумагой. Недавно у меня был тройной поток. И я просто тупо сдался. Что? Я не пытаюсь даже с этим бороться. Что же происходит? Ну, лично про себя хочу сказать, что да, у меня лично нет такого, что «Ага, я сейчас приду в туалет, а я басу всё». Нет такого, я в этом плане аккуратный. И если что-то это, то сразу туалетная бумага. Оп-оп-оп. Или бывает такое, что даже за кем-то я. Знаете, заходите вы в ресторан, в приличный, в хороший. Идёте вы в туалет. Видите, кто-то басал, блин, стульчак. И ты понимаешь, блин, а там ещё очередь. Поэтому, Ян, тебе придётся за кого-то вытереть его вот эту вот жидкость на ободке. Ты, конечно, это делай, чтобы эти не подумали. И сам всё делаешь аккуратно. Короче, я в какой-то степени иногда себя чувствую каким-то уборщиком, который вот подмывает туалеты периодически в ресторанах. Спасибо людям, которые обоссывают и не убирают за собой. Но если парни меня смотрят, парни, делайте это ради своего же приличия и ради будущих посетителей туалета. А то мне приходится завоздрать эти туалеты. Ну, пожалуй, на этом всё, ребята. Конечно, пипец, как мне было много стыдно от многого, что было сказано. Потому что я действительно не был к этому готов. И это как-то прям сложно. Но если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Я всё читаю и иногда отвечаю. Ну, а с вами был, как обычно, Ян Рейзен. Увидимся в следующем видео. Пока. Да. Это было жёстко. Надеюсь, я никому не сломал там из вас психику. Ребята, вы все живы. Спасибо, если это так. И, кстати, хотел бы вам сказать о том, что у меня стукнуло в Инстаграме 100 тысяч подписчиков. Спасибо вам за это. Если что, подписывайтесь на мой Инстаграм, он не забудет. И нужно будет выпустить какой-нибудь пост, посвящённый этому. А какой, вы узнаете в моём Инстаграме. Поэтому ссылочка будет в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok